Эту тему поднял один из зрителей, вот не могу прочитать правильное имя, не буду искажать. После публикации моего видео о сумасшедших вишнях Барри, о мелких таких черри томатах, он написал «Данный сорт не прошел проверку на всхожесть у нескольких агрофирм. Это должно о чем-то говорить». И ему Лариса Шипилова очень правильно заметила, что их нужно сеять очень мелко. И вот сейчас я все подробно расскажу о всхожести семян, о разности семян мелких и крупных, потому что особенно для новичков это очень тема важная. Есть томаты с мелкими семенами и тот, кто начинает первый раз или второй раз сеять, они закапывают их так глубоко, что они потом не могут вылезти из-под земли. А огородники жалуются на то, что сорт плохой, плохая всхожесть. Вот как раз то, о чем говорил вот этот молодой человек, не знаю, может быть это девушка. Все, сейчас начну эту тему. У нас семена томатов. Кто виноват в этом? Мы или сами эти семена? Если о всхожести говорить, эта тема весной очень больная, но такая актуальная. Пишут, у кого-то взошли, у кого-то не взошли. И очень часто магазинные семена не всходят. Давайте поговорим об этом сейчас, потому что весной будет некогда. И вот особенно начинающие, наши новички, они прослушав вот этот видеоролик, может быть весной, ну не может быть, а скорее всего, весной вспомнят, и каждая семечка посинет нормально, правильно, а не так, как всех под одну гребенку. Вот смотрите, схожесть семян изначально плохая бывает очень редко. Мы знаем, что томаты очень живучие. И все мы видели, что если гнилую помидорку в огороде оставишь, бросишь, не успеешь убрать, она прокиснет, сгниет, засохнет, зима пройдет весной, солнце пригреет, и мы с удивлением обнаруживаем, что томаты-то всходят у нас, даже после таких вот всяких испытаний. Потом многие видят даже вот солонину, вот такие старые соленые, я сколько раз выливаю на улицу, даже из соленых помидор семена всходят. И всходят они после разных. Так вот зимой у меня в сарае лежали несколько, 3 или 4 года семена томаты. Начинаешь высаживать, они всходят. Но, когда купишь семена в магазине, или где-то вот свеженькие возьмешь, посеешь, и многие говорят, у меня вообще ни одно семечко не взошло. Если у вас не взошло ни одно семечко, это есть у вас, как сказать, звоночек такой, первый звоночек к тому, что возможно неправильно сделан вообще весь процесс посева, потому что какими бы ни были плохими семенами, хоть одно, или два, или три обычно всходят. Плохая всхожесть у нас когда? Когда 5 семян взошло из 10, опять не взошло. Мы считаем, что это 50% всхожесть. Или старые семена, или там неправильно приготовленные. Но если не всходят все семена, скорее всего, вы глубоко зарыли. Это именно вот та тема, о которой я хочу сегодня рассказать, потому что размер семян очень разный, и подходить к ним, к каждому сорту, нужно индивидуально. Но перед этим я хочу сказать, что есть еще общепринятые, очень распространенные причины другие. Обычно, когда мы сеем весной, не у всех у нас тепло. Если температура холодная, особенно некоторые ставят, когда на подоконник, прям без всякой подложки, без подставки, на холодный подоконник, семена долго не всходят, и они там погибают. Просто неподходящие условия для всхода, для прорастания. Ну, короче, они от холода погибают. Еще погибают, почему семена? Не погибают, а не всходят. Смотрите, когда мы сеем в сухую землю, в сухой грунт, недостаточно влажности, семена лежат, 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 и мы можем подумать, что они не всхожие. Или когда наоборот, некоторые люди очень влажный грунт высаживают во влажный грунт, заливают их хорошенько, поливают, проливают, и ставят опять же в холодное место. Вот влага и холод, она может сыграть нам злую шутку, до того, как семечко проснется, если оно особенно стимулятором не обработано, до того, как оно проснется, оно начинает загнивать. Портится вот этот вот зародыш, потому что для прорастания нет высокой температуры подходящей, а влага тут дает свое, это же органика. Семечко лежит день, лежит два, лежит три, на четвертый день оно начинает разлагаться и сгнивать. Но это я просто говорю, что всякое бывает. Иногда посеешь, там раскопаешь, оно вроде бы как проклюнулся уже росточек, но оно уже сгнило, все, значит было холодно и сыро. Еще есть одна причина, когда семена слабые, или старые, или просто бывает слабое семя, с таких томатов, может быть, с недозрел, ну совсем с зеленых, люди поливают сверху, корка засыхает, и томат, из-за того, что он не очень крепкий, не очень здоровое семя, он не может пробиться через эту корку. Вот я весной говорила, я никогда не поливаю, я поливаю дорожки, во влажный грунт укладываю, а сверху присыпаю влажным грунтом и больше не поливаю, чтобы была рыхлая пористая земля. Все, но сегодня тема у нас мелкие и крупные семена. Ясно, что вот этот разговор начался с сорта сумасшедшие вишни барри, у которых семена крошечные и крошечные, это черри, такие же крошечные, кто покупал у меня, есть у этого, у карликовых томатов, например, пиноккио, ну вот еле заметное вот семечко вообще. Вообще ясно, что если вы их так же вместе со всеми уложите на глубину 2 сантиметра, потому что если мы пачку посмотрим, там инструкция сделать бороздки там глубиной 2 сантиметра посеять, кто-то указывает 1,5, кто-то 1 сантиметр, и они вот такие все разные информации совсем не соответствуют нашим сортам. Так вот пиноккио, вот например, на примере пиноккио, если он вот такое крошечное семечко, его нужно высаживать чуть ли не поверхностно, лучше потом, когда он зайдет, можно немножко подкрепсти. Я вот как приспособилась и советую тем, кто ни разу такие крошечные семена не высаживал, не нужно делать для них такие же стандартные бороздки, как для крупных семян. Вот мы делаем бороздки углубления, там 1,5 сантиметра, раскладываем их, потом сверху засыпаем. Я делаю так, я просто под каждое семечко делаю небольшое углубленице, ну как смоченный грунт, высаживаю туда, чуть его спичкой туда продавливаю и вот так закрываю. И до общей поверхности остается примерно 1 сантиметр. И только тогда, когда показывается росточек и сеянец достигнет этого размера, я уже вот эту углубленицу загребаю, потому что, еще раз говорю, что все семена и крупные и мелкие нужно разделять и сеять на разную глубину. При большом заглублении мелких семян вы можете их вообще не дождаться и обидеться или на ферму производителя, вот как в этом случае, или на сорт, что это вот такой сорт нехороший, что семена у него не всходят. А оказывается просто, вы сами своими руками сделали, превратили хорошие жизнеспособные семена во внесхожие. Конечно, когда оно не сможет пробиться, мы же не расковыриваем каждый раз, но вот подождали вы неделю, там 10 дней, не взошло семечко, все. А оно в это время, конечно, проклюнется, но если не сможет пробиться, оно в этом так и пролежит и сгниет. И оно такое маленькое, вы можете даже потом там концов не найти, оно просто разложится опять по той же причине, что оно это органика, это естественная среда, оно превратится в землю и все. И вот жалко, конечно, такие семена маленькие, и когда вроде бы они хорошие и жизнеспособные, а мы по своему незнанию вот так вот делаем, и потом еще говорим, что они такие плохие, они не всходят. Давайте вот относиться к семечкам, как бы, ну как выразиться, я даже не пойму. Если вам такое крошечное семечко, ну вы подумайте, как его на какую глубину посадить, чтобы оно хотя бы там, хоть у него было бы, дайте ему возможность взойти, короче, своими руками, не превращайте его в удобрение. Все, до свидания. Это я просто объяснила, потому что действительно читаю очень часто, это я сегодня просто откликнулась на этот комментарий, но я читаю очень часто, что люди сеют мелкие семена, они у них не всходят, и они думают, что такие томаты выращивать очень сложно, вот карликовые, у всех карликовых семян почти, у томатов очень мелкая семечка. Относитесь с любовью, с заботой. Все, до свидания.